и еще раз мы готовы поздороваться друзья мои добрый день дубленочка привет у нас гостях лена третякова x солистка группы ранетки которая собирала стадионы но у камп сантьяго бернабелла я помню что творилось леночка да привет как же своя молодая отлично ты практически не изменилась почему вообще не внешне до внутренне очень очень расскажи об этом что ну как то вся разница между лены в воронетках и вот лена третий но вообще сейчас путь был очень долгий очень такой сложный суровый или символ корр и до сих пор я самостоятельно иду по своему творческому пути ну как изменилось многое что раньше это была такая подростковая команда в общем-то для детей и мы сами были такими подростками вот я хотел сказать легкие такие все на подъем сейчас конечно уже мне 27 тогда это было 18 там 19 лет сейчас 27 конечно конечно это внутренний мир перевернулся тем более когда ранетки уже все перестали существовать это был достаточно сложный этап жизни но я занимаюсь сольным творчеством и прям рада тому что в общем-то создаю фундамент мы поговорим об этом подробнее друзья мои хочу вам напомнить что мы работаем в прямом эфире как обычно кипяток ты такой ток-шоу на канале юмор тв и вы можете задать ваши вопросы вопросы нашей гости по телефону прямой линии 8 4 9 5 2 7 6 2 9 4 9 а также в нашей группе вконтакте юмор большими буквами по русски пробел тебе английскими буквами у нас есть несколько вопросов к тебе уже заранее народ как бы мы анонсировали нашу встречу вот мне вот нравится лена а то есть кто-то в восторге самая лучшая лена и самая классная леночка мы тебя любим вот и вот сразу такой вопрос не о творчестве как бы лен привет вот ирина архипова спрашивает у меня такой вопрос могла бы ты простить измену орфографию сохраняю как у серьезный вопрос да ну то есть серьезная девушка все-таки ну если я люблю то наверное да о как вообще что к измена да как говорил понял что насчет измены говорил антон павлович чехов если вам изменила жена радость что она изменила вам они родине вообще девушки они изменяют осознанно обычно это мужчины это мужчина не без баллов и обычно они могут как бы изменить и в общем понять что это была полная глупость девушки если изменяет они готовят этот план заранее как интересно а мужчина может случайно надо но животный инстинкт сидим ну я думаю ирина архипова довольно таким ответом вот ли он вполне исчерпывающий достаточно взрослый дала ответ ну возвращаясь к творчеству лен тебя вот уже пошло сразу приглашение лена приезжай в питер круто приеду обязательно питер ждите лена скоро будет нас просто смотри в питере отлично вообще любимый город один из прям очень люблю питер поэтому я думаю что можно любить питер да еще не 16 лет все любят питер почему это так это просто мысли вслух так нет питер совпадает с моим внутренним состоянием вот там погода такая как у меня в душе обычно всегда дожди до сыра сыра вот эти облака которые давят на голову ты знаешь вот мои сестра с тобой поспорил бы на первый раз съездил в питер с подругой три дня прилетает глаза вот такие и мне говорит солнце три дня светило яркое солнце было голубое небо это летом да я как в испанию слетала летом там вообще там вот заряжаешься солнечной душе солнечных сейчас солнечного у тебя глазах да конечно лет ну давай чтобы по этой ранетки все-таки какой они вот роль сыграли в твоей судьбе и в творческой вот ну во первых ранетки это огромная часть моей жизни это 10 лет считай то есть мне 27 10 лет это группа ранетки вот и конечно же сейчас я абсолютно уже на другой ступени жизни это уже осталось моем прошлом но если бы не ранетки я бы наверно не занималась сейчас творчеством не писала бы песни не выступала бы на сцене поэтому конечно я вообще человек такой слегка замороченная живу по такой огромной огромной цепочки жизни если хоть одно звено оттуда убрать я бы не была бы здесь даже элементарно ты знаешь мы очень важное звено я тебе сразу скажу то есть вот если бы не вот ты потом по жизни убедишься что то что ты сегодня была здесь на ток-шоу кипяток общалась лично с михаилом кастаняном так это даже не представляешь какой важный такой прорывной момент вложена это тоже звено это просто планеты выстроились в парад такой хит-парад yes yes а как пришла идея о сольном проекте кто надоумил или сама решила что все ой вообще штанишек ну во первых это было ощущение что когда это уже подходило концу все уже ждут не надеваются я уже выходил на даре натягивать да понимаю что я уже как-то не могу даже в зал посмотреть потому что я уже вот как-то взрослее я была старше чем все девчонки и как-то вот смотрю дети в зале я не могу даже глаза посмотреть то что мне лучше голос такой немного ниже этом пела зачем зачем и они такие смотрят блин какая-то тетя вот и конечно же хотелось решила конец и пойдут захотелось конечно чего-то самостоятельного но очень страшно было и в этом помогли конечно поклонники друзья родители которые говорили давай у тебя обязательно все получится и вот уже года три наверное своими силами на своих хрупких плечах несу сольный проект но мне глобальные планы и у меня вот такая в жизни позиция что главное маленькими шажками большое будущее умница степ-бай-степ самая до даже длинная дорога начинает с первого шага главное главное двигаться у нас заваливают вопросами я ты же понимаешь все что делается друзья мои вообще все что леночка делать своей жизни на дело для вас для своего слушателя для своего зрителя тогда вот пока может до танцевать танец любви а я зачитаю вопросы люди хотят что ты ответила твои поклонники елена общаешься ли ты с девчонками из группы поддерживаешь ли ты связь с лерой козловой она теперь файс но девчонки все занимаются своими делами в общем то так же как и я и где музыки остались ну практически практически все и с леркой я поддерживаю общение то есть мы не общаемся не встречаемся не пьем кофе чай мы если на моем и кофе хороший получил мы просто если действительно нужна друг другу помощь мы можем абсолютно в любое время созвониться у нас мы с ними не ругались у нас отличные отношения это редкий случай когда знаешь какие-то обычно вот бойсбенд как они разойдутся стуком выливается друг на друга но мы разошлись не потому что мы там с девчонками как-то разругались нет абсолютно каждый просто сделал свой выбор что нужно идти дальше вот и все ну скажем так проект и жил себя да он свою когда отработал до можно так сказать отработан материал прекрасно движемся дальше я конечно ну понимаю что можно было бы еще годика три обычно волне но это зависело не только от нас поэтому поэтому как говорится все не случайно в жизни все заканчивается тогда когда она заканчивается и я рада тому что я сейчас в общем-то иду самостоятельно прекрасно у нас есть клип давай мы сейчас это первый мой клип да друзья мои это первый клип лет ну пару слов пару слов то есть не пару слов скажи пару слов ну вообще это в общем то я свое сольное творчество решила начать с акустических двух альбомов вот второе выходит 21 ноября кстати мне 21 ноября большой акустический концерт анонсирует в москве в глаз там бери папа в большом зале вот это некая скажу так открою некий секрет такое некое завершение акустической программы моей вообще потому что три года сольного творчества я посвятила акустике и сейчас 21 ноября я ставлю некую точку и двигаюсь дальше уже более серьезном пути набираю команду набираем музыкантов делаю некие другие песни и создаю аранжировки клёвые снимаю классные клипы и так далее но это в моих планах а клип пару слов это вот первое такое самостоятельный труд акустической песни то есть я решила снять на акустику трек ну то некую историю которая вкладывает себя на и немножко заморачивая всегда шли по отношению с гитарой сохранила да конечно обязательно так что это вот первая самостоятельная работа прекрасно смотрим пару слов пару слов лена третякова мы снова вместе друзья мои напоминаю нас гостях леночка третякова лена ты знаешь что будет в москве самые события года какой в москве 19 ноября да 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 леночка знаю я знаю кто-то вдруг если деваться на планетяне которые не знают напоминаю 19 ноября государственном кремлевском дворце пройдет третья ежегодная премия реальная премия music box вручение это будет супер грандиознейшее шоу в жанре musical если вы не приобрели билеты постарайтесь это успеть их можно приобрести во всех билетных кассах страны не побоюсь этого слова москвы страны нашей так что приходите такого шоу еще не было третье ежегодно и реальная премия от music box кстати наш канал юмор тебе тоже будет представлен в одной из номинаций как креатив года вот не пропустите друзья мои приходите клип да кто сюжет я девчонки у меня команда друзей мы как это произошло вы сели собрались налили чаю да да но вообще нужно вот любая идея на должна приходить вот как тут в нужное время в нужный час иногда встречаешься вот думаешь давайте придумаем что-нибудь и ничего а бывает что встретились и все и просто поток каких-то идей и вот с пару слов было наверно вот именно в нужное время мы встретились и думаем что же сделать у тебя сбился портал в этот момент да портал ты поняла и пошел поток информации да да вообще я считаю что вот у меня такой подход к клипам что если ты выпускаешь клип то клип должен быть со смыслом однозначно хотя бы с каким-то если снимаешь просто красивую картинку ничего в это не вкладывая просто красивую картинку может просто выйти леночка смотря как поработает нет идея все равно мне кажется должна я видел твой плакатик вот у меня это потом покажу нет здесь очень скромно есть другой там прям картинка была там мама дорогая да есть а ты не в курсе как и киев снимаются нет я прочту у меня вопросов куча лена какие планы я читаю сохраняю орфографию на середину лето 2016 года это середина лето это это что-то не знаю пока нет не знаю пока потому что это лето еще вообще евгения лаптева не знаем и пока иришка федорова спрашивает лен какое направление в музыке в музыке тебе нравится если у тебя кумиры которыми ты вдохновляешься прекрасный вопрос кого ты слушаешь кроме леночки третий я вообще не слушаю не леночка третий кого выжили музыки на самом деле мало слушаю вот я такой некий странный человек потому что мне это помогает сочинять сочинять в том плане что когда моя голова не забита огромным количеством музыки и мелодии всяких разных рифов текстов и так далее то я сажусь и сочиняю что-то свое вот мне почему так легче не знаю и то же самое я могу признаться поднять руку и сказать что я не знаю not я не знаю not но когда я беру гитару и сочиняю на слух я создаю некую музыку своей души вот как мне ложится если кто-то сейчас попытается бросить булыжник да попытаются по-любому сейчас очень быстро приземлим и возможно ты не знал этого факта как-то во время одного из концертов трех великих теноров повороте повороте карерас и домингес они собрались и была партия для луча на повороте далее ему но то сказали вот изучите как бы то много посмотрели что ну к тому времени уже был уча на повороте моста видит смоет он занялся это было не классическая арии который да и тут подбежали у менеджера все и выяснилось что он не знает и туда он читает то есть вот и писать он целый арии пел на слух вот так что если что ты можешь быть а я как повороте нет но пока нет но в общем я считаю что это не проблема и постарше был немного поэтому на самом деле ну то можно выучить в любой момент но пока я понимаю что в принципе лена планах есть смена хорошо образа там например это так написано там например изменение прически или цвета волос лена пока не знает она пока думает вот хороший женский вопрос посвящена ли кому-то песня пару слов я раскрою такой секрет то что второй диск который выйдет 21 ноября который называется дюжина это некий сбор на сборник там двенадцать песен и каждая посвящена и пару слов песни которые не мной дубль два так еще в общем не я не я автор песни пару слов а понятно не она там моя музыка но авторство не мое мне просто очень понравилось красиво ушла от ответа одна девочка просто мне эту песню просто подарила я на самом деле и сказал огромное спасибо потому что эта песня действительно мне очень понравилось вот тебе сейчас пишет вячеслав для романов ленка хочу тебе сказать что ты большая молодец а тебе дальше внимание моя бабушка очень любит твоих бабушки не бабушка пред представляешь всего клёвого в общем тебе бабушки вообще слушают и стар и млад получается да даже сейчас сейчас больше даже постарше чем помладше вырос и твой слушатель тоже да потому что когда я начала заниматься сольным проектом вообще дети начали потихонечку отваливается они не понимают мои текст они понимают мою музыку и это нормально потому что текст стали уже гораздо более тем более что вообще у меня был и там жизни что я вообще начала заниматься йога и сейчас преподаю йогу в москве у меня вообще сознание преподаешь то мне аries вообще перевернулась я защитилась сертификатом я сертифицированный преподаватель по кундалини йоги можно я прочитаю вопрос вопроса лена любишь грызть семечки крайне редко я их люблю но крайне редко я стараюсь зубами их не грызть только руками потому что однажды очень давно в молодости я любил грызть семечки и у меня аж был прорезик на зубе насколько это вред можно насчет йоги то я просто что-то еще йогу практикуешь и преподаешь до кундалини йога у меня просто своего рода когда закончился проект ранетки был достаточно тяжелый период жизни и у меня начали серьезные проблемы со здоровьем в общем то непонятно откуда взявшиеся потому что вроде все нормально но давление у меня начала подскакивать гипертонические кризы врачи ничего не могли сказать и сестра двоюродная мне посоветовала сказала срочно от заниматься йога она восстановит тебя я если мне раньше спросили что ты будешь там скажут сказали бы ты будешь через два года заниматься йогой я бы сказал вот так вот честно а тут я занялась и все я восстановилась без единой таблетки я похудела на 10 килограмм я вообще перестроилась то есть трансформировалась внутри я понимаю что сейчас для меня даже ранетки это такой какой-то некий некая жизнь другая как будто это было вообще не со мной тоже я не помню себя такой какая была раньше но не забывай что в йоге есть еще один огромный положительный момент для всех вокалистов до дыхание дыхание потому что здесь научитесь правильно дышать дыхание это вообще жизнь поэтому это вот нужно дышать глубоко медленно и вообще это вообще-то очень помогает я конечно не заставляю потому что на самом деле йога это такой момент что человек должен именно здесь прийти к этому ты не можешь прийти к человеку иди иди на йогу а самое ужасное просто до сих пор бытует мнение что йоги это чуть ли не сектанты вот это есть это есть на самом деле сект достаточно в наше время и это действительно есть но здесь самое главное что йога это самопознание в первую очередь ты наконец-то погружаешься в себя и спрашиваешь кто я зачем я почему не отличается кундалини от обычного сумма то штанги йоги до кундалини это работа с энергией первую очередь то есть каждый человек конечно асана дыхание медитации то есть это можно сказать что каждый человек в общем-то состоит из энергии у нас огромное количество энергетических потоков каналов и эта энергия в общем-то это чакры наверное если кто-то знаком чакры и то есть кундалини это работа как раз таки с этой энергией внутренней как уметь управлять своей энергией в общем то так друзья мои мы снова прямом эфире вы смотрите ток-шоу кипяток на юмор тиви и у нас гостях леночка третий кого я всем привет еще раз да лет вот после этого клипа хотел поговорить о твоих концертной деятельности в общем часто даешь концерты как это выглядит какого плана концерты ну а сейчас не так часто это скорее больше такие некие большие концерты в москве были какие-то города я выезжала с помощью в общем-то сольный проект в общем-то с помощью своих поклонников потому что многие концерты в других городах организа организовывали именно поклонники вот это акустическое уже выросли настолько что организована кто-то помогает в организации концертов то есть это здорово по сути кумира своей молодости да по сути потому что сейчас именно с акустической программы очень сложно куда-то выехать потому что организаторы в принципе я их понимаю акустическая программа это не столь такая большая программа на которую могут приходить большое количество людей тем более что у меня только начало творческого пути поэтому и если организовывали поклонники мы приезжали там собиралась ну там 50-60 человек для того что это вообще начало и можно сказать с нуля абсолютно это в принципе достаточно но сейчас как раз таки после 21 ноября я хочу заняться серьезной концертной программой которая бы могла заинтересовать и организаторов и вообще людей людей которые хотели бы прийти на концерт и послушать уже такую драйвовую хорошую это будет соник честно это будет соник но это будет группа это будет не лена третякова это еще с открыла большую тайну ты знаешь это прекрасно потому что смотрят твои поклонники твои фанаты да я потому что хочу на самом деле лена третякова оставить вот есть акустическая программа и если кто-то захочет услышать именно акустику это это лена третякова а все остальное уже будет как абсолютно не скажу хорошо ладно мы так обойдем пока пока леночка что для тебя счастье спрашивают а счастье я всегда очень долго рассуждаю и много и не могу сказать наверное это что-то мимолетное в какое-то время я же я искала счастье почему-то долго время шла какому-то счастье постоянно шла 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 и понимал что где ж ambiente это счастье может быть его нет а потом понимаю что в принципе в жизни происходят и определенные моменты в которые ты как вулкан поднимается compasser chase я понятно что это секундные может быть ощущение я счастлива когда я на сцене я счастлива с любимым человеком я счастлива там в любви я счастлива когда допустим я куда-то приезжаю и вижу там красоту природы я понимаю что господи как красиво я в этот момент счастлива но это мне кажется все равно ненадолго ведь если бы счастье было бы постоянно тогда мы не понимали где александр сергеевич не написал бы слова помнишь на свете счастья не на есть покой и воля поэтому поэтому счастье цените эти мимолетные моменты вот так цените друзья мои цените задавайте ваши вопросы они тут мне так лена а где ты преподаешь как можно к тебе попасть так это я так понимаю явно а йоги вопрос мы хотели не говорить больше они вообще скажу так сейчас чтобы долго об этом не разговаривать все на официальных ресурсах у меня на официальной страничке всегда есть информация объяви свое у она с галочкой обращайтесь на официальную страницу елена третьякова с галочкой нет нет ничего стыдного возвращаясь концерту 21 ноября ноября да еще сможешь проанонсировать напомню где он будет ходить до 21 ноября друзья будет проходить мой большой акустический концерт в москве это будет glaston berri pop большой зал вообще это ну я вкладываюсь в это событие достаточно глобально уже это фактический концерт я там буду презентовать диск второй диск мой сольный дюжина вот и вообще будет куча сюрпризов куча гостей какие-то такие ножа звучит хотя бы пара новые песни нет нет я всегда оставляю тайне знаете все почему это секундалини жестко контролирует все чакры просто не пробиться лотос из целью просто так не расценили лепестками у него лотос титановыми я бы даже не побоялся сказать так что в общем то друзья забавная приходите потому что если забавная прическа по-новому немножечко сделали но ничего а я потому что приходите насладиться неким таким крайним акустическим концертом потому что дальше будет абсолютно другое поэтому жду всех приходите волком на концерт акустический большой чески большой большой концерт 21 ноября да ноября вот тебя спрашивают такой обычно такой вопрос очень распространенный но интересный с кем бы ты хотела спеть дуэтом почему-то уточняют из поп исполнителей из поп исполнителей ну можно не испугни вообще наверное бы хотела спеть я конечно ну еще из поп наверно вот кроме нашли я думаю так надо задавать этот вопрос с кем бы кроме лепса вы хотели бы спеть дуэтом бомбокс так у меня все прямой эфир сказал красава не стесняйся билан вот прекрасный выбор и мне кажется что земфира хорошие набирается с моей как билан земфира и бумбокс хорошо с абсолютно разные еще сплин хороший набор опа обновение вот это что был т-шоп это это всякие мои там открыточки с моими фотографиями плакатики диски и так далее это что ну ты скажешь что это такое но это мерч мерч понятно мерч обновление да я думаю да будут обновления обязательно потому что в общем-то близится концерт и концерт обязательно будут всякие новые штучки так что приходите друзья мои 21 числа будет не только большой акустический концерт но еще будет всякие новые штучки вот такие гости как не ведется вот ну никак она визу что ты молодец как партизан но я скажу так же сегодня сегодня завтра на официальной странице я одного гостя вам покажу покажу по пояс у нас небольшая музыкальная пауза сейчас будет и мы продолжим буквально через до раненое сердце да да а мы вновь в прямом эфире вы смотрите ток-шоу кипяток на юмор т.в. у нас в гостях такой вопрос может я что-то не знаю ну скажи селфу лена хотела бы ты вновь побыть актрисой озвучивания я вот читаю как написано а озвучивала я всего один раз по-моему еще в ранитках это был wings летающие чем-то было для меня я не смотрю причем это для меня было крайне забавно потому что раньше у меня голос был гораздо ниже вот они же там совсем маленький персонажа мне был такой голос счета и мне там надо было прием там такая тёмненькая девочка совсем маленького озвучил какую-то злодеи что ли вот таки нет они вот девчонки были вот это вот команда wings вот эти вот значит девочки я вот одну из них озвучил таким голосом у вас какая серия была не помню не помню фанат фанат просто пересматривать а с точки зрения просто актрисы был был опыт хороший бесценный опыт опять-таки сериала ронетки где впервые вообще попробовал себя в роли актрисы и поняла что за два года три года съемок которые мы вообще работали там с утра до ночи я понимала что с каждым разом я все больше расту сама для себя и вот этот полученный опыт он мне дает вот это внутреннее желание где-то еще попробовать вот ну попробовать даже как-то сыграть не себя может быть то что мы больше играли самих себя в принципе вот а здесь конечно мне бы хотелось попробовать что-то более но проще но были сцены которые действительно мне нравились больше всего но они были сложнее всего мне всегда нравится что-то сложно это допустим там любовь поцелуи с учителем по сути как бы с человеком который мне абсолютно там просто актер какой-то да и нужно было сыграть любой учителем мне нравились больше всего я нет я плане того что вот эти сцены когда нужно мы ждем тебя в большом кино мы ждем тебя я бы с удовольствием большой метр может быть если вселенная даст такой возможно я договорюсь я со вселенной договорюсь не ждите вы запомнили до прямом эфире несколько секунд чтобы обратиться к твоим поклонникам в общем дорогие мои а я хочу сказать что жду вас 21 ноября если кто-то не сможет прийти и вообще даже каждому каждому человечку желаю в душе гармонии найдите свое любимое дело и в общем-то реализуйте себя и свой потенциал и будьте счастливы да и практикуйте йогу с вами были леночка третякова и в ваш любимый ведущий михаил кастанян до пока 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 а